На улице Рождественской находится храм в честь собора Пресвятой Богородицы, одна из главных достопримечательностей города. Часто храм называют Строгановским, в честь купцов Строгановых, его построивших. В архитектуре заложена мысль о парадном представительстве именитого рода Строгановых в Нижнем Новгороде. Историки архитектуры говорят об особом стиле – Строгановском барокко, который характеризует храмы, созданные представителями этой династии. Особенности стиля – пышные соединения русских народных архитектурных традиций и элементов европейского барокко. Среди выстроенных Григорием Строгановым храмов Нижегородская церковь в честь собора Пресвятой Богородицы отличается особой изысканностью и пышным убранством. По правилам того времени колокольня оснащена курантами, которые приводили в восторг юного изобретателя Кулибина, а также флюгером – в знак того, что храм стоит на водном пути. В основу композиции церкви положена схема бестолпного храма, известного под названием «Корабль». Церковь пятиглавая, каждую главу венчает ажурный позолоченный крест. Фасады украшены пышной белокаменной резьбой. Строительство храма было завершено в 1701 году, но произошел пожар. Восстанавливалась церковь уже женой Григория Дмитриевича Строганова, Марии Яковлевной. Освящен храм был в 1719 году Преосвященным Петеримом, архиепископом Нижегородским. В 1722 году в Нижний Новгород приехал император Петр I. Был он на божественной литургии в Строгановской церкви. После этого храм был закрыт. Возможно, произошло закрытие церкви из-за того, что в двух иконах местного чина император узнал иконы, которые он заказал мастеру Караваку для Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Однако народное предание о закрытии церкви Петром I говорит следующее. В иконостасе церкви спаситель был изображен с лицом Григория Строганова. Во время служения литургии царь разглядел это и, воскликнув в гневе, «Это что ж, я должен своему холопу кланяться», выбежал из храма. Сложно сказать, было это на самом деле или нет, поскольку описанный случай, невиданное богохульство и вряд ли Строганов решился бы на такое. Деревянный позолоченный иконостас и иконы того времени сохранились и представляют огромную художественную ценность. Деревянный позолоченный иконостас